Меня зовут Синицына Юлия. В самолёте Ан-148 в феврале этого года в Подмосковье разбилась моя мама. 6 апреля я поехала на место крушения, чтобы положить цветы к мемориалу. Когда я шла по полю, я увидела большое количество фрагментов самолёта, личных вещей, а также человеческих тел. После чего об этом было сообщено в Следственный комитет, который сказал, что скоро к нам выйдет местная полиция. При всём этом на поле не было никакой патрульной машины, ни МЧС, ни Следственного комитета, ни полиции. На поле не было никого вообще. Только спустя 2,5 часа к нам приехал глава района Ульянинская, Анурев Сергей Владимирович, и разговаривал с нами. Далее приехали сотрудники Следственного комитета местные, а также МЧС. На наши всевозможные вопросы, возмущения и так далее, почему мы должны всё это видеть, почему это всё тут лежит, снег тает и так далее, что это не по-человечески. Это антисанитария, это люди, и почему тут нету оцепления, почему нас туда пускают. На все вот эти наши вопросы, естественно, нам никто не смог ответить вообще. После чего я дала объяснение местной полиции с приложенными к ними фото, которые я там сделала. Сегодня 9 апреля, и нам обещали, что сегодня начнутся поисковые работы. Через несколько часов я буду на месте, и я хочу лично убедиться, что они начаты. Потому что если там никого нету, я даже не знаю, кому об этом говорить и куда звонить. Потому что когда в этот день мы стояли там на поле, я звонила, и МЧС я звонила, и лично губернатору Оренбургской области. Потому что утром в этот день они били себя в грудь и говорили, что на поле всё отлично. Мы просто не знали, к кому обращаться уже. И эти два дня, выходные, я думаю, вы понимаете, в каком состоянии я провела. Я пришла в себя только сегодня. И, конечно же, я поеду туда, потому что это бесчеловечно по отношению ко всем. И к тем, кто погиб, и к тем, кто переживает, к близким и родным. И к людям, которые живут там. Это бесчеловечно, и я не знаю, что касается закона, это вообще большой-большой вопрос. Люди, которые за это ответят. Ребята, в общем, мы только отошли вот от мемориала чуть-чуть. Тут, конечно, мы уже увидели там несколько кусков кожи, фрагментов и так далее. Вещи, это всё как было, так и осталось. Ничего не поменялось. Мы идём к ним узнавать, спрашивать. Пожалуйста, тут свалка, просто тут свалка. Если тут взглянуть просто своими глазами чуть поконкретнее, тут увидишь, здесь можно много всего. И то есть вот Максим, если собрал большие части, то мы, конечно, сейчас уже, надеюсь, мы ничего крупного не увидим. Но это кошмар. Я не знаю просто, что делать. Мы сейчас пойдём к ним, у них спросим. Но я не знаю, правда, кому звонить сейчас, на что я наступаю, даже боюсь представить. Где-то...